Листья пожелтели, небо стало пасмурным, на календаре октябрь, а значит все аграрии страны спешат в столицу, ведь наступила золотая осень. Экспозиция более 30 тысяч квадратных метров, сотни тысяч участников и посетителей, делегации из 15 стран мира. Главная тема года – экспортный потенциал сельхозотрасли страны. Президент поставил задачу до 2024 года увеличить этот показатель до 45 миллиардов долларов, то есть более чем в два раза. За шесть лет из федерального бюджета мы направили в аграрно-промышленный комплекс 1 триллион 200 миллиардов рублей. Это, конечно, беспрецедентная сумма поддержки, которую никогда сельское хозяйство не получало. На этот год мы предусмотрели более 250 миллиардов рублей федеральных средств, но сейчас идет работа над бюджетом следующего периода на 2019 год. Широкая география выставки Курской области затеряться не позволила. Все-таки одна из главных житниц страны и успешная площадка для развития российского животноводства. На нашем стенде продукция 40 крупнейших предприятий региона. Прежде всего, это, наверное, витрина достижений каждого региона, в том числе и Курской области. Поскольку мы являемся предприятием, работающим в Курской области, безумно хотелось бы показать другим регионам Российской Федерации то, чего мы смогли достичь за последний год. Еще одно важное направление «Золотой осени» – научные разработки. Курская область преуспела и в этом. Наша сельхозакадемия – постоянный участник выставки. В этот раз привезла 20 проектов. Один из них посвящен получению пектина из жома, остающегося после переработки сахарной свеклы. Если мы из тех отходов, которые в Курской области имеем от переработки сахарной свеклы, переработаем и получим пектин, мы будем иметь прибыль большую, чем от получения сахара. На «Золотую осень» приезжают не только себя показать, но и посмотреть, в чем преуспели другие. Неординарный подход к еде от японцев. Обереги от потомственного алтайского шамана. Оригинальные пироги из Кабардино-Балкарии. Каждая перышко вырезается отдельно вручную. И оно, во-первых, надо сделать очень быстро, потому что это тесто. Приходится быстро вот нарезать эти перья, а потом каждое уложить, смазать и выпекать. Бурлит жизни на свежем воздухе. Там расположился фестиваль национальных культур. Кто споет к нам эти стушку, кто получит стушку. Боярыня, решились? Пусть пляшете. «Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой». Национальный колорит можно попробовать на вкус. После дегустации уже сложно удержаться от покупок. Вот, к примеру, манят ароматами свежевыпеченные осетинские пироги. Нужно приложить в первую очередь душу, желание угодить, потом все ингредиенты и натуральные продукты. Не без этого. Мы даже воду с собой привезли, чтобы она была именно наша родниковая, кавказская, остинская. «Золотая осень» – это площадка, где завязываются деловые контакты, заключаются соглашения. Еще задолго до этой выставки у нас предусмотрены десятки встреч, десятки наших вариантов взаимодействия, подписания соглашений. И у нас все расписано по минутам, чтобы плодотворно позаниматься и максимально использовать возможности этой выставки для дальнейшего развития агропромышленных комплексов Курской области. Традиционно наш регион возвращается с «Золотой осенью» с огромным количеством наград. В прошлом году их было более сотни, а областная администрация удостоилась гран-при. Что принесет 2018-й, узнаем буквально через несколько дней. Выставка завершит свою работу 13 октября. Ангелина Рязанцева, Андрей Зарубин, Телеканал СЕИМ.